Барановичи Город, порожденный железной дорогой. Именно как станция возник он на Новой Линии в 1871 году и с тех пор стал крупным железнодорожным узлом. Город живет железной дорогой. Здесь даже вокзалов железнодорожных два. Сейчас в городе около 180 тысяч жителей, есть немало промышленных предприятий, но сердцем города по-прежнему является железная дорога, которой посвящен целый музей под открытым небом. В этот музей я решил обязательно заглянуть. Но это музей именно этого отделения Барановича. А есть еще музей вообще. Итак, я нахожусь в уникальном музее под открытым небом, музее железной дороги. Здесь представлены различные вагоны, паровозы, тепловозы. То, что мы видели в кино и то, что мы даже в кино не видели. Сейчас посмотрим внимательнее. Старинные, еще деревянные вагоны. Это два вагона пассажирских. А вот здесь пошли товарные вагоны. Паровоз 52-го года выпускал всей своей красе. Вот он такой мощный. А вот на этом железнодорожном пути рельсах представлены обусловили ремонтной техники. Кранов, тягачей. Вот, например, так называемый мотовоз, который предназначается для маневровых работ. Грузовая автодорезина. Ну, вот такой деревянный товарняк. Он до сих пор используется, насколько я его видел. Ну, вот этот образца 1951 года. Этот паровоз постарше. Он 46-го года выпуска. Вот эта резина ручная. Две человеческие силы. Ее приводят в движение. А чуть подальше резина на мотоходу. Это машины для производства ремонта путей. А с помощью вот этого приспособления можно перевозить вручную небольшие куски рельса. Целый ряд паровозов стоят уже на вечной стоянке. Много они поработали, много привезли за свою жизнь. А вот это паровоз германский, построенный в 43-м году. Котел у него узенький, тоненький, по сравнению с котлами нашими. Паровоз польский, построенный в Познане. Паровоз 1934 года. В этот паровоз 1934 года можно зайти, чтобы посмотреть, как он выглядел изнутри. Вот это вот топка, топка котла. Собственно, дальше находится сам котел со всеми своими конструктивными особенностями. Машинист сидел здесь. Смотрел в окошечко. Всякие рычажки. Манометры. Ну, а это выход. Не знаю, как правильно называется. В общем, здесь лежало топливо, уголь для котла. Это инструменты для топки. Вот сверху так выглядит эта паровозная экспозиция. Такие военно-технические железнодорожные решения. Очень интересно трактор, который ездит по рельсам. Здесь представлено большое количество самых разных технико-технологических штук для железной дороги. Я замучаюсь, если будет читать их все. Я замучаюсь, если будет читать их все. Вот этой фигней, она уплотняет грунт под шпалами. А это путь-укладчик. Тот, что укладывает путь. Рельсы тоже на тракторном ходу. Линейка современных тепловозов. Специальный военный артиллерийский тягач. Снегоуборщик. Этот тип вагонов называется бункерным. И предназначен для перевозки нефтепродуктов. И два маневровых паровозика. Тепловозика, простите. Маленькие по размерам, но мощные. Военные решения. Совершенно ничем не примечательный вагон. Оказывается, на самом деле предназначен для перевозки ракет. Здесь мы видим катер. Толкач-буксир, который толкает или буксирует вот такой элемент. Это один из элементов понтонного железнодорожного моста. Бронепоезда, бронепоезда в этом музее нет. Но зато вот есть один из элементов его. Открытая платформа с зенитными орудиями. Сюда можно зайти на эту платформу. Вот так выглядит зенитка. Тут даже все вертится практически в рабочем состоянии. Сюда можно присесть за нее и повертеться. Единственное, что, наверное, не стреляет, конечно же. Вверх-вниз все работает. Все смазано, ничего не скрипит. Вот это рукоятка вправо-влево, то и вверх-вниз. Здесь прицел. Ну, в общем, только зарядить патроны и в путь. Музей расположен возле вокзала «Барановичи Полецкие». Работает с 10 до 16 часов. Плата за вход 5 тысяч рублей в 2014 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова